Автобуса нет четверть часа, хотя по расписанию 90-й Д должен ходить с интервалом в 7 минут. Он курсирует между крекингом и юбилейным. В Министерство транспорта постоянно поступают жалобы на нехватку рейсов. Вместе с городской властью, а именно она отвечает за перевозки в черте города, его сотрудники отправляются в рейд. Все полномочия по организации перевозок пассажиров, они на муниципальное образование. Конкретно вот у нас на город Саратов. Но мы стараемся максимально добиваться того, чтобы соблюдались законодательства транспортные, безопасные были перевозки, и, соответственно, транспорт был новый по мере возможности. Передом этот автобус сломались, потому что еще пробка была. График сбивается почти каждый день. Техника ломается, водители перерабатывают. В этом году перевозчикам уже выписано больше 500 штрафов. Просто хотел, чтобы побольше сделали, чтобы они до юбилейного ездили. Не до репорта, а именно до юбилейного. Пассажиры редко обращают внимание на срок работы автобуса. Их больше волнует, почему транспорт редко ходит. В министерстве об этом знают и предлагают заменить машины на более вместимые. Пассажиры испытывают неудобства из-за того, что графики движения не соблюдаются. Кроме этого, достаточно старый подвижной состав. Гораздо более приятно было бы ехать в летнее время в современном автобусе, оборудованном кондиционером. Не нравится саратовцам и многое другое. Остановки не объявляют выход только через переднюю дверь. Все это и создает лишние неудобства. Исправить недочеты перевозчики пообещали. Стоимость проезда увеличилась, а значит и деньги для исправления ошибок появились. Тем более, что проверять хозяев автобуса в Министерстве транспорта будут постоянно. Алексей Абаренов, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив. Новости Телеобъектив.